Доброго дня, уважаемые слушатели школы всесветной грамоты и гости канала. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной территории, о великой территории Свято-Руссии. Поговорим о Ярославле и о Ярославской области. Вот она расположена, действительно, расположена в центре европейской части России, входит Центральный федеральный округ. В своих лекциях Гирвец очень часто говорил о Ярославле, что это очень древний город, его возрастом больше 40 миллионов лет. Здесь расположена школа великого посвящения. И, соответственно, в этой школе учился Иисус Крестье, он учился в Ярославле, подвосстанавливал свой Тибет, твое божественное поведение. Кстати, про Тибет тоже, кому интересно, можно найти видео, есть сделано про Тибет, то есть особо эта территория. Вот, поэтому, соответственно, вот так и Иисус возродил свою способность в беловодных школах великого посвящения Свято-Руссии. И есть запись об этом в регистрационных документах, гласящие «Приидуша Иисуса Крестье, Сын Хилийский, учитесь у сынов даже Божьего Сиясветного». Этрусия, то есть современная Италия, оплотила и отелесила через Марию Иисуса, а Свято-Русь возвернула ему, Сыну Божьему, радость творческого бытия к решению задач, поставленных пред Ним Богом Отцом Содержателем. Прияв святость, цвет знаний, территории Свято-Руссии, Иисус возродил свое великое призвание. Вот, ну, кому интересно про биографию Иисуса Крестье, по-моему, видео про тайну, там вот я немножко об этом говорила, про тайну можно посмотреть, про волхвов, вот там уже немножко говорила о биографии Иисуса Крестье. Поэтому здесь он после того, как там он связался с Магдаленой, то ему пришлось подправлять свое поведение. Соответственно, вот свою биосистему ему пришлось исправлять в Ярославле. Вот, поэтому то, что говорят, Ярослава лесновал Ярослав, это не так, потому что как раз Ярослав, увидев, да, вот ощутив величие этого города, он взял в себе данное имя. Поэтому еще раз, территория великая, вот, и, да, она расположена в очень биогенной зоне, вот, и поэтому, соответственно, мы о ней с вами сегодня поговорим, и потому что мы увидим очень много интересного. Итак, Ярославель, грамотно на самом деле писать, то есть грамотно вот здесь Авель, да, чтобы вот здесь название вот таким образом. Ярославель, да, я рос людьми Авеля, то есть про Авеля, да, вот знаем, у Адама и Ены, Адама и Евы, здравый сын Авель, то есть вот это Авелевское начало здесь, мы тоже сейчас об этом поговорим, вот, а потом уже выполз с Каин, с Хаин, да, то есть это, соответственно, уже из-за того, что он выполз из-за того, что, ну, неграмотное было отношение к детесотворительству, к производству детей. Вот, еще раз, Адам и Ева, это не значит, что от одного мужчины, от одной женщины произошли все люди. Адам и Ева – это принцип, Адам – это новь дам, азы дам. То есть это те люди, которые первые восприняли разумность, потому что разумоносцами до людей, вот, нынешней информацией были диноксавры, динозавры. Вот они не справились с задачей разумоношения, поэтому эту вот обязанность вложили на людей. Кстати говоря, второй раз за историю планеты Земля, в первый раз тоже не справились. Ну и сейчас, в общем-то, пока тоже, наверное, не очень мы справляемся. Вот, и, да, то есть, соответственно, вот они, те, кто первые и восприняли, да, они ее, вот это состояние смогли освоить. И поэтому Адам и Ев. Ев – это материнское жизненачало, грамотно Евха. Вот, то есть, и они вот основали семьи. И получилось, что вот Авель родился здравый смысл, потому что, ой, извините, здравый сын, потому что задача семьи, создания семьи, это, конечно, продолжение рода, это, да, предоставление возможности воплощения на Землю, да, еще более совершенных систем. Вот, поэтому, ну, так получилось, что вот они одного-то ребенка, вот, дали ему возможность жить, родили, а потом уже вот Ева стала все любоваться растениями, цветами заниматься, и уже там Адам ей стал, ну, являть претензией, почему-то она даже заповедь есть, плодитесь и размножайтесь здравоимого сна. Вот, а она не хотела, ей тяжело было, и вот даже она забеременела, но она не очень этого хотела. И получается, что в утробе, да, вот, произошел сбой, когда мама только зациклена на растительном мире, ну, и неважно, или на животном, потому что ребеночек в утробе мамы проходит этапа владения, да, то есть начиная с зиготы, потом растения, рыбные, землеводные, землеводные, птицные, млекные, потом уже человек, то есть вот проходит определенные ступеньки восхождения. Отсюда и у человека есть способность перекидываться, да, то есть он может воплощаться, не воплощаться, а на какое-то время, да, остановиться, да, каким-то, вот там, рыбкой, например, поплыть, птичкой полететь, и так далее. То есть способности эти уже утрачены. 14 тысяч лет назад они были, была золотая эра. Вот, а потом люди стали придавать свою разумность и, соответственно, стали утрачивать вот эти способности. Потом у человека должно быть задействовано 33 органа чувствования. Пушкин нам об этом наполнил. 33 богатыря в чешуеках, жар-горя. Вот, и, соответственно, должно быть разумность 100% задействована на себя для совершения добрых тверезок дел. А у нас задействована, ну, в среднем по больнице, я думаю, что уже меньше 3%. Поэтому и выпал с Каин у Адама и Евгии. Тот, который уже ненавидел все людское, тот, который разрушает, потому что он не смог уже вот в себя, да, вобрать вот эту человечность, да, вот эту разумоносность. Поэтому это как бы растение получилось в теле человека. Вот, и как раз от них, вот таких вот, от зидов, от шестерочников, и пострадал Иисус Крестье. И для того, чтобы восстановить свои силы, восстановить свою биоструктуру, он, соответственно, уже приехал, пришел в Ярославль. Да, еще раз грамотное название. Ярославль. Специально, к сожалению, заменяют название, искажают для того, чтобы людям обрезать историю, вот их знания. Поэтому вот это Ярославль. Ярославль, ярос людьми Авеля. Теперь Авель, да, то есть это разумоносство, восходящих систем. А я, это коллективный дух разума. То есть коллективный дух разум. Да, вот, кстати, яровые места, яровые места, это вот такие места, вот они вот такие как. Это вот, соответственно, зоны, видите, которых даже вот почва, она прогибается, да, лелея приходят великих биосистем. Великих, да, великих систем. Для воплощения, для решения каких-то задач, которые сюда приходят на землю. Поэтому вот это еще яровое место. Вот, и про осол я еще про эту букву скажу, потому что же Герец езжал на осле. Да, поэтому это тоже вот не просто так. Осел кричит и а. Да, вот оно и а. То есть это уже небесная высшая чувственность. Все так просто. Поэтому коллективный дух-разум рос. А что он, что такое рос? Мозговитостью организовывал жизнестрой для того, чтобы единять силы неба и земли. Вот что такое рос. Вот чем прирастает коллективный дух-разум? Мозговитостью человека, который строит жизнестрой, создают семью, единяющую силы неба и земли. Вот, и дальше, для того, чтобы людские, да, вот люди, я рос людьми. А что такое ави? Да, то есть ав это святость. Вот это ава-мария мы знаем. Да, поэтому там, вот ав это святость. То есть это получается вот аз, азы, это вот потенциалика, это ребеночек в пеленочках с опоры на отцовское, материнское, жизненное начало ведает. Да, то есть единять небесное и земное. То есть когда человек все свои биоструктуры реализует свое потенциалик, он ведает бесконечно иединяет небесное и земное. А кто ведает, тот и защищен. Да, и вот таким образом люди, да, вот ель, еще принцип ели здесь задействован, а принцип ели это вообще принцип там елочки показывать жизнепостроение. Вот если мы, небесная тауизация, то здесь лаговость, будущее, лаговость, чтобы не провалиться туда, вот как раз свадовые структуры и здесь еще вот эти вот рейковости, да, единяющие духовное и плоть. Мышь не очень красиво получается. И с этой стороны матрицы, интегралики, матрицы, материю воспроизводства, то есть построение материи разных пределов, кривизны. И вот этот принцип нам показывают елочки. Потом елочки нельзя вырубать на лженовый год. Настоящий новый год это 1 сентября. А 1 января это день богатырей. Поэтому и петрушка, да, он вел этот новый год 1 сентября и какую лжет традицию вырубать елочки для того, чтобы детки, представляете, вокруг трупиков плясали. Это, ну, многие дети плачут из-за этого. Поэтому если чтобы вот этот запах и эту традицию как-то вот оздоровить, то можно покупать елочки в горшочках. И это радость деткам, да, что это жизнь, она вот растет, он может ухаживать, вот этот ребятенок там до весны, а весну уже посадить. И потом можно уже приходить там в новый год, да, соответственно, к этой елочке. Вот. Поэтому вот там можно оздоровить любой творческий подход. но трупики срубать деревья, срезать, то это вот как раз же принципы шестерченков, то есть скаинистов, будем так называть. Поэтому вот здесь авель, как раз авель, это тот, кто святостью сеет, создает жизнь. То есть святостью, когда человек, вот, он реализовал свой потенциал к уведаниям, то есть постоянно ведая, единяя небесно и земной, при этом во временах выжигая нездравая, потому что видя это по творцовому уму, это звезда сжигающая зло. Если мы вот эту запись посмотрим, да, то есть коллективный дух-разум с людьми дар окрестного видения, вот дар окрестного видения, это и есть то, что отсутствует у шестерочников, а почему так? То есть вот человек, он воплощается вот Пит, десятимерный человек, то есть об этом на моей тоже Пит, доколе по лунной мере будет жить хоть один Пит, как-то так строчки стихотворения Пушкина, вот, и если если бы у Пита вот как бы мол, убрать вот Ова, то останется да, вот эта четверка, то останется шестерочники, да, то есть безокрестные, то есть нет людского, а вот как раз этим даром окрестного видения люди и формируют коллективный дух-разум, они в нем взаимодействуют, они в нем действуют, вот, да, то есть единый коллективный дух-разум, а это мы вот с Ова, да, вот эта система, люди, да, вот она лучезарность, вот это мы такие иголочки, да, вот как у елочки, и вот мы все этими иголочками формируем вот эту единую систему, тоже, посмотрите, да, на елочку похоже, и все это на вот таком створе, да, вот небесной тауизации, с неба мы посмотрим, увидим тау, а тау это уже восхождение больше многомерия, вот поэтому создавая себе защиту, человек создает себе уже на следующей ступени возможность уже восхождения и к сатанусной материи, то есть когда человек защищен от падения в ад, то есть на ниже лежащую ступень, то тем самым он строит себе путь в небеса, будем так говорить, да, то есть к большим многомериям, вот, и поэтому здесь вот и ро, да, то есть возвышением человечности, ро, буква, это единичку нам напоминает, то есть это один, един и единочество, то есть возвышает человечность, человек, да, он и есть во единочестве, когда он возвышает все самое лучшее, это и есть принцип единочества, потому что такой человеку нужен коллективному духу разума, и коллективный дух разума будет его поддерживать, давать силы, возможности, знаний, открывать способности, которые так многие хотят открыть себе, да, и дальше вот эта система осол, вот, вот эта система, да, это уже на строчечной буквы, с ними нужно быть очень аккуратными, потому что, да, вот, в самом деле мы в школе только на третьем году обучения, вот такие сегмационные, такие сложные, вот, и нужно вообще к сегмациям букв относиться очень аккуратно, да, вот это вот, особенно к потворцовой сегмации, это повременная, да, то есть мы видим ас, веде, вот здесь букву ять, вот, или вот, например, ль, да, люди и ерь, вот сегмация вот этих систем, то, соответственно, потворцовая здесь уже, да, то есть задействует более тонкий план, и вот то, что сейчас это уже какая-то закакофония через зело происходит, когда ставы через зело делают, то есть налепливают много букв с нарушением их графики, искажают имена букв, к сожалению, это вот лжемагия, что и про истинную магию, пожалуйста, тоже есть видео, можно посмотреть, и это, как понять, что это вот неграмотно, то есть здесь, конечно, нужно, если человек сделает став, так называемый, то нужно описать, как эти буквы взаимодействуют, и какое они оказывают воздействие на окружающую среду, для этого нужно знать значение каждой буквы, и то этого недостаточно, нужно понимать, как они, какой эффект они дают от взаимодействия друг с другом, то есть нужно начинать с азов, а кто-то сразу лепит, лепит и обманывает людей, что при этом, вот представьте, как это вот понять, что при этом происходит, буквы отображают на плоскости живые многомерные системы, то есть вот условно, как фотографии человека, вот мы видим фотографии человека, и может с разных сторон, фаз, профиль, может быть, когда он чем-то занимается и так далее, но мы понимаем, что это вот на плоскости это человек, он в момент времени, на самом деле он живет, восходит, и так далее, да, неграмотно, он может быть с другими людьми взаимодействовать, а представляете, были бы фотографии, да, вот искаженные, отрубленные, мол, бы головой, руки поменять, местами, с ногами и так далее, чтобы из этого получилось, да, это зуродство, это искажение, разрушение жизнеустроя, было бы, поэтому такие неграмотные ставы, и те, кто их сделает, и те, кто это лже повторяет, могли бы разрушить жизнеустрой, поэтому это недопустимо, и за это будет большая ответственность, поэтому нельзя бездумно подходить к буквам, вот мы сейчас с вами рассматриваем этимологию, вот одно следует из другого, вот, поэтому нужно понимать значение каждой буквы, и очень внимательно к этому подходить, если вы какие-то делаете взаимодействия букв, то нужно объяснять, почему так, и не искажать графику, и знать имена букв, вряд ли бы вам понравилось, что вас там называли не вашим именом, а каким-то там, не знаю, елочкой, или еще чем-то, и кстати говоря, да, вот мы сказали, что этапы владения проходит, человек внутриутробно, поэтому неграмотно называть, там, ребенка все время, там, мой пупсик, котик, там, кошечка, там, или еще что-то, это животный мир, да, многие там, своих близких называют животными, это опускание человека, то есть человек является мини-богом для растительного и животного мира, неправомерно ставить растения и животных над человеком, да, когда вот роби, если проходят соответствующие, соответствующие так, рыбные, то можно говорить, ой, ты рыбонька моя, да, помогая вот этому солнышонку проходить этот этап владения, но неправомерно, когда уже он воплотился, рыбонька называть, не рыбонька, это человек, это разумоносец, а солнышонок нужно, потому что каждый должен, ра, про ра еще сегодня поговорим, да, каждый должен стать солнышонком, вот поэтому еще раз, да, Иисус въехал на услед, то есть здесь получается, эта буква имеет не только лучезарность, вот тут у нас лучезарность, вот, но здесь имовая, имовая система на человечность, имовая это когда воединочестве, да, дух, душа, плоти, тело, или имовостная ее называет биоструктура, она у человека, вот, поэтому здесь, вот, соответственно, на, вот здесь этот кола, вот, которая, это глобусный фактор, это уже биомембрана, да, вот эта целостная биоструктура, которая обоснована на небесном мужестве, на небесном мужском жизни начале, вот, и соответственно, а людские начала приходят через мужество небесное, и обосновываются здесь люди, вот, поэтому осел это канал прихода высшей чувственности на твердь, вот она система ИА, вот, поэтому, вот это вот еще раз коловая биомембрана, про биомембрану есть видео, карман называется биомембрана, карманаша, вот, поэтому биомембрана есть у всего живого, он начинает там от мельчайшей клеточки, да, и там, ну, не заканчивая, да, и, там, например, Вселенная имеет биомембрану, каждый орган в теле человек имеет биомембрану, сам человек имеет биомембрану, да, и наполняют ее, вот этот, как кармашек, да, вот сюда, это наработки человека, поэтому здесь, получается, люди, да, они вот своей разумностью, да, взаимодействуют с разными биомембранами, вот, потому что люди, это концентраторы Вселенных, потому что вот здесь мы видим, наш коллективный дух разум концентрировал, много людей, вот этих веточек, так и мы воплотились, мы тоже, да, в прошлое были концентраторами, и сейчас являемся концентраторами, и будем являться концентраторами жизни. И вот, соответственно, люди вот возвышают вот эту, вот эти границы, вот это глубостные факторы, да, то есть наработки других людей, да, и поддерживать, но эту целостность нельзя разрушать. Если, посмотрите, после употребления из-за удовоснадобия, из-за алкоголя, что с кровью, с клетками крови, они вот как раз, как бы, теряют вот эти биомембранки, да, разрушают, излипы образуют вот эти зраковые клетки. И ави, да, то есть святостью посевы идут здесь, ави, да, то есть святость ав, и идут посевы, то есть святостью создания коллективного духа разума, для того, чтобы люди восходили. Поэтому вот такой великий город, это, еще раз, это великая территория. И вот центр города как раз расположен, да, у слияния реки Волги и Которосли. Представляете, про Волгу уже тоже есть видео, можно посмотреть, где в Волгограде мы говорим, там я много говорю о Волге. Вот, поэтому мы сейчас, конечно, обязательно, вот как раз о Которосли, об этой реке мы с вами поговорим, потому что, соответственно, да, это Великая река. Да, мы, что мы здесь видим, сначала рассмотрим, вот в целом, да, какие есть покорневая основа, к жизни строю, вот код, да, вот у нас от, вот он уже жизни строй, мы видим здесь Тор, вот она Тор, да, и, соответственно, Арьба Ора, вот это покорневая основа Ора, это Бог, сотворивший все. Да, да, вот она наша Осол, да, и Рос, и Осол, да, поэтому вот это, соответственно, величайшая река, величайшая матрица, и мы сейчас о ней с вами поговорим, да, то есть к жизни строй, вот это еще и к лукоморной зоне, поэтому коты очень близки к лукоморным зонам, они любят бурно-энергопоточные места такие, вот, поэтому к жизни строй идет Торение, да, Торение, то есть вот она, пульсация, пульсация жизни, для того, чтобы, да, вот уже, да, вот обобщать вот этими биомембранами восходила человечность, да, единяющая силы неба и земли, в итоге люди восходили, все для людского восхождения, давайте рассмотрим, будет легче для понимания рассмотреть уже более сегмированные записи, да, то есть вот здесь можно написать душевностью, то есть душой идет основание жизни, то есть мы можем, вот так тут надо тогда еще вот эту систему поставить, да, то есть потому что так это будет живите, да, то есть О и ТО, КОТО получилось, ОТО, КОТО, то есть, соответственно, да, душа, она задействует вот эту вот звезду-сеятельницу жизни, то есть здесь, да, вот на мышлении земном возвышается жизнестрой, то есть душа через мышление, задействовав мышление, возвышает жизнестрой, а то, видите, усиленно еще здесь черта идет, то есть если мы мыслить из черты, то это будет как то можно прочитать, вот, поэтому здесь вот и получается вот эта зона духотворения, мощного духотворения прошлого и будущего, и вот это еще тут мини-восьмерка мы видим, да, то есть ведание своего рода, и здесь у нас получается вот эта зона образумливания, и дальше это предтеча уже из-за сети жизни, предтеча мужского жизненачала этой системы ЛУПА, полнотное отображение мужского жизненачала, то есть это предтеча наработки новых душевных качеств, вот, которые позволяют уже воспринимать более многомерные пространства, поэтому душа вот как раз она созидает жизнь, возвышающую человечность, жизнь, которая устанавливает связи творцовости, то есть вот обобщение всего лучшего, да, вот мы посеяли, вот зерна, да, для вселенивания новосотворяемых космосов, и здесь уже есть обратная связь, то есть это постоянная связь с тем, что мы сотворили и кто нас сотворил, поэтому вот эта связь, например, родителей, детей и так далее, она всегда будет, и вообще то, что человек делает, он имеет с этим связь, поэтому мы говорим, кто-то наследил, да, то есть то, что нужно исправлять, это лжесвязь, а кто-то, да, оздоравливает связи, и поэтому мы все связаны друг с другом через коллективный дух-разум, через вот эту единую разумность, вот, и поэтому человек, в принципе, он может воспринимать любую информацию, вот, но нужно, чтобы причинено, а не просто так любопытствовать, и чтобы потом какие-то гадости делать, то есть таких людей эти способности будут забирать, вот, и они, ну, соответственно, сам человек их предает, поэтому никто-то их там, дядечка сидит какой-то и забирает, нет, сам человек это делает, вот, и, соответственно, то есть вот эта связучность, да, ось, это установление по дворцовой оси, то есть это же возможность связи с божьими мирами, с более многомерными системами, с более здравыми системами, и это естественно для человека, естественно, и, конечно, нужно следить за здравостью этих связей, и, как Гирвец часто в лекции говорят, да, то есть за стол лучше садиться именно с людьми с одной ступени, да, мы можем помогать тем, кто идет за нами, идти след за тем, кто впереди нас, вот, но здесь вот полноценное взаимодействие, такое вот, знаете, здравое, возможно только, во-первых, здравым, да, когда люди единяются всем самым лучше, всем самым здравым, но нужно, да, понимать на одной ступени, поэтому со шестерочниками даже оправляться на одном поле не рекомендуется, потому что они все высмеют, они, да, вот, да, все, что вот, человечное, они будут это высмеивать, поэтому сейчас, да, не в моде, что называется, как бы, добро говорит, любовь, да, это, как бы, мы устаревшие и так далее, а любовь, да, любовью восходила и восходит материя, это главная действующая сила жизни, вот здесь для людского восхождения, то есть душа, она организует, да, вот, она активизирует эту звезду сетельницу жизни, возвышающую, все самое лучшее человеческое, да, и тем самым устанавливать связи с тем, что сотворила, для того, чтобы люди уже реализуют свою потенциаль, они восходили, то есть сеяли все свои самые лучшие наработки, если мы вот эту посмотрим, да, ора, это бог, который сотворил все, вот это ору, поэтому здесь к сотворению жизнестроя, то здесь вот звезда упала, человек родился, он пришел с опорой, да, да, его поддерживают знания прошлого, они вписаны в каждого из нас, вот, которые эти знания позволяют взойти в человечности в будущее, и таким образом человек дальше уже организует жизнестрой, да, то есть строит свою жизнь, реализуя свои творческие способности, ора, это бог-творец, да, вот эту божественную искру он реализует, потому что творец это тот, кто взаимодействует с высшими системами, тот, кто нашу землю ведет к восхождению, к большему многомерия, вот, и единяя силы неба и земли, да, вот, таким образом восходит человечность, то есть эта территория вообще нам показывает, как восходит человечность, что такое проявление этой человечности, что человек это величайшая сила, это разумоносит с громадными способностями, да, они у нас сейчас потенциалики, они в анабиозе, они успят, потому что очень мало условий для их пробуждения, но для этого нам гирвец открыл грамоту, всесветную грамоту, изучение букв, их понимание, добросовестное, позволит человеку пробудить эти способности, пробудить и взойти самым лучшим, да, вот здесь уже слово мы видим, да, то есть, вот, поэтому ель можно читать как сверх краткое о, ло, да, то есть слово, дальше для во, ово, вот, или вот эта система, то есть вот как создается жизнестроя, биомембраны, да, то есть глубостным фактором, который уже дальше рождает, еще более нового вот этого деятельства концентрирует, то есть человек восходит, когда он создает что-то новое, а он новое он создает, единяет сила вот неба и силы земли, когда он возвышает вот эту, ну, вот индивидуальность, да, тоже такой же потрепанный, хочется сказать, термин, но вот когда люди возвышают, вот, ценят искру божественного огня в каждом и лелеют ее, не пытаются вот эти границы, да, друг друга разрушить и чтобы сожрать, это делают только шестерочники, а люди поддерживают друг друга и самое лучшее, да, они могут подсказать, вот здесь, ну, я, наверное, там, с тобой с чем-то не согласен, да, вот тут лучше так поступить, но не навязывать, потому что каждый идет своим путем и делает свои ошибки, и, конечно, такое вот именно подсказки такие, да, скорее люди могут давать, которые выше на ступень, а часто у нас, которые низко, они пытаются стянуть идущего, восходящего человека сюда, на свою ступень, потому что они завидуют, например, шестерочники, они не понимают, что такое честь, достоинство, любовь, они завидуют этому и хотят это разрушить, высмеют, таким образом уничтожить, потому что причина разделения на насте это затерикония, когда стираются вот эти границы, стирается вот эта, как бы, мол, связучность неба и земли, здравая связучность, еще раз, люди взаимодействуют друг с другом, всем с вами самым лучшим, с вами самыми лучшими наработками, и поэтому, да, вот эту биомембрану, эту целостность нужно сохранять, ну, представлять лучше не надо, да, вот если бы, мол, да, вот в теле человека, да, вот органы бы смешались бы все в кашу, ну, и что, вот они, разрушенные биомембраники, это, да, представляете, в тонком плане, не должно этого быть, все четкие границы, да, мы этими границами взаимодействуем друг с другом, да, такими как усиками, вот они, этими иголочками, но здесь тоже нужно смотреть, чтобы здравые связи, потому что кто-то хочет подключиться, да, не взаимодействие, чтобы взаимо, да, вот поток в обе стороны был, а ток из одного вытягивает, да, вот такие как присоски, устранять это нужно, лжесвязи недопустимы, поэтому тоже нужно следить за здравостью связей, то есть чем взаимодействует биоструктура, чтобы не было повреждений, да, поэтому вот эта река, конечно, тоже великая, вот это разы. Вот так вот мы с вами о ней поговорили, дальше мы поговорим вот еще о реках, тоже очень интересно, суть и сеть, вот обратите внимание, сколько, да, вот жизни в Ярославле, да, вот мы сейчас в реке, не столько жизни, столько, вот знаете, любви к человеку, ко всему лучшему человеческому, что, ну вот люди, да, помните, очнитесь, проснитесь, ведь вы же велики, ведь у вас столько всего великого есть, и, конечно, работают школы великого посвящения, да, они сейчас в тайном режиме закрыты, потому что кому преподавать, ну вы сами поймите, многие задают вопрос, а где школы вот эти закрытые, как нам туда попасть, ребят, вы серьезно, ну вы даже современные грамоты не знаете, я имею в виду современного, да, там, с ошибками пишете, не понимаете, и вы хотите вползти туда, сожрать там, да, но что это такое, ведь есть же, да, когда готов ученик, приходит и учитель, готовьтесь, учитесь, изучайте то, что есть, и тогда, если вы станете достойными, так вам придет эта возможность, такое непонятное мне совершенно желание туда попасть, да, и так, знаете, как вот первоклассник, это все, я уже, да, не хочу учиться, хочу жениться, то есть я не хочу учиться, я вот, дайте мне сразу профессию, я в институт пойду, или профессор сразу стану, ну это же глупость, так же и здесь, надо адекватно себя оценивать, вот, поэтому и здесь вот суть, да, то есть лилея, слово, слово мы можем написать, вот мы пишем слово, да, вот с у вас людьми дарокрестного виденья, вот и есть это слово, это когда с людьми дарокрестного виденья, когда мы имеем дарокрестное, или можно написать вот так, с, вот не очень красиво, да, ово, ово, и вот здесь так, слова вот таким образом то есть слова это когда лелеет коллективный дух разум тогда у человека и появляется слово когда он может взаимодействовать коллективным тогда это слово еще арьба да вот аром и с вами еще сегодня поговорим да он может орать и но кота рассоль там катор орда тоже есть да то есть когда он уже материализует свои знания вот то есть но это с помощью конечно коллективного духа разума идет творение поэтому здесь лелея создание жизнестроя же леленья жизнестроительства когда человек реально действует многие спросу что такое жизнестро это то что человек строит да это и первичная партийность здесь да то есть создание семьи а семья это уже единая ячейка здесь уже реальная математика 1 плюс 1 будет 1 до мужчина 1 женщина 1 и они формируют вместе единую систему семью это уже единая душа это уже единое чувствование вот я думаю еще как вот высшей семейную чувственность то вот эта буква ай да потому что семья уже единым целом кого здравой семьи те понимают о чем это единое чувствование вот эти моменты есть единение мужского и женского мужа и жены на которые вот они чувствуют приход этого дитя вот это вот истинное слияние то есть такого-то возвышенное состояние деятель сотворенчества вот для того чтобы это суть то есть это грамотная лиленья грамотного сотворения семьи для того чтобы возвышать да вот обобщать все что есть и сей сей доброе светлое и чистое вот такая интересная река или сеть она соте сюда соты сотники да то есть это уже когда у нас уже восхождение а сотники это уже не вы рожденцы и это у нас 10 и 10 у нас в квадрате это будет 100 100 в квадрате это будет 10000 мере это уже мама теющие поэтому здесь соты до той сотники то есть единяя силы небо и земли биомембранами чакте это он создает ведь он ее строит осить да то есть словом идет построение вот они слова то есть люди люди строят эту реку времен у каждого она у нас есть своя мы вместе объединить и да как еще целую более мощную реку формируем да вот как ручейки впадают в реку есть притоки разные да вот тоже вот это интересно тему рассмотреть но это в будущем или вот с и словом указующего приста божьего единяя силы неба и земли идет формирование твердей тень и да то есть сотворение на твердей при том что посев всего самого лучшего то есть человек что-то сделал да и он об этом даст о свой опыт рассказывать свои результаты рассказан другим и это становится достижением всего человечества почему да много изобретений вроде на разных концах света и они одна момента через коллективный дух разум потому что ну не утаить чего-либо кстати кому интересно про тайну тоже есть видео поэтому можно посмотреть что такое тайна еще мы такую интересную реку посмотрим вот река обнора это река в европейской части россии протекает по вологодской и ярославской областям прямо правый приток костроме костроме конечно будем отдельно говорить костово рома вот и обнора и вот здесь очень интересно вот потом вот об этой записи говоря вот про ар- я уже сказала да то есть же не строй да он организуется божественными знаниями которые единяющие людей земли люди неба знания небесные знания земные то есть нашей не здесь вот жизнестрой жизне строительство происходит божественными знаниями которые еди диняют так которые проединяет земно-небесную человечность для того, чтобы ора, от солнечность, человек может стать солнышком, от головы вегетативной мозгой крестец, задействована вся эта мощная уже система, цветима, орьбой, для того, чтобы человек мог сотворять, то есть орьбой, то есть это уже знание, вот как восходит у нас знание, то есть вот у нас есть наше мышление, в результате которого в восхождении дети рождаются знания, дальше эти знания мужским жизненачалом обретают справнославную силу, то есть идет материализация, и дальше, когда эта система еще через женское жизненачало обретает вот эту небесную опору, это божественное, поэтому вот у нас орьба, вот у нас божественное знание, а вот у нас еще знание тоже, поэтому здесь идет вот этих божественных знаний, которые единяющие земно-небесную человечность, то есть они уже воплощаются солнечностью человека, тем самым происходит тоже наработка солнечной. Или вот здесь, а здесь обратите внимание, да, здесь у нас система ОН, но из будущего, и так это получается ОНОР, ОНОР это материнская цивилизация, но здесь ОН из будущего. Вот немножко скажу, да, об ОНОРовской биоцивилизации, она включает в себя союз, единочество звезды, десяти ее планет и биологических цивилизаций на них. Звезда называется ОНОР или ОНСЕ, да, вот как у нас Солнце. Планета Терон, Джукар, Плайнд, Ардзек и другие. ОНОРовская биоцивилизация является материнской по отношению ко всей галактике, Пути Млекных и к системе РА. Вот она у нас Солнце, Срединная река Мира, РА, или Волга и Тилищ, называется РА. И здесь получается, да, вот для солнчности, да, то есть это река, вот они все, да, вот связаны с Волгой, с РА, Солнцем. Да, и наша солнечная система, Солнце или РА. Вот, вот и именно ОНОРовская материнская система прислалась сюда на землю сына Божьего Гервьица, которым я уже сегодня упоминала, вот который нам открыл грамоту и который с Терона сейчас воплотился на земле. Соответственно уже, ну, этот человек уже ушел из жизни. Вот, поэтому в ОНОРовской системе, вот, на Аплайнте живут и земляне, эти народы, это народы, которые не согласились с общим выбором деградирующей цивилизации землян. Вот, которая предпочла технократию вместо биологической жизни. И эти цивилизации, да, то есть, эти народности ушли в материнскую ОНОРовскую биоцивилизацию на Аплайн. Это Ацтеки, Инки, Майя, Айны, Ойки и другие. Об Айнах уже немножко говорила, когда мы рассматривали остров Сахалин. Кстати, очень интересная территория, связана тоже с материнской цивилизацией, там гора ОНОР. Вот, поэтому здесь мы тоже это вот видим. Поэтому здесь вот жизнестрой божественными знаниями организует жизнь, да, вот уже будущую даже жизнь. Потому что вот эта система Вита Коловрачения, вот у нас Вита. При том, что Вита, Вития, это тоже четырех Вития в стыке. Поэтому Вита, это и жизнь есть, это и вот Вита здесь тоже мы видим, вот он. Так, наверное, так уж и было видно, вот это, да, вот фактор единяется, мужской, да, вот здесь концентрации всего лучшего в ДЭТ. И с этой стороны вот он женский. Потому что, чтобы строить жизнь, конечно, нужно и женская жизнь и начало. Вот, да, чтобы его активизировать, мужское, да, буква актив, то есть Вита, это, соответственно, Витие, да, это мужское. А актив, да, то есть из будущего, это женское. Вот, поэтому вот таким образом. И все вот у нас строится, да, вся наша жизнь по, да, вот этой спирали. И получается, вот у нас Вита, да, вот здесь оно все концентрирует. И на следующем витке, да, ну, здесь, ладно, на этом тут вот, так оно идет, да, ну, вот она, как бы, да, получается вот дальше этот виток, вот оно здесь, да, вот оно, вот так. То есть это надо смотреть, как бы в объеме. Вот, вот, постарайтесь это увидеть, и получается при определенном углевоззрении это вот система он. Но здесь она из будущего, да, мы как но читаем. Вот, для того, чтобы уже вот эти знания, которые наработаны, ими уже состворяет твердь, вот, да, то есть через систему вот эту, да, но орг, скажем, да, идет построение жизнестроя божественными знаниями. Вот, для того, чтобы взойти на новую ступень. Вот, а еще интересно здесь посмотреть по колыбельковостям. Здесь ОА, то есть восхождение жизнестроя на новую ступень, да, лелеет бор, да, вот здесь, посмотрите, бор, да, это же как божественную арьбу. И это все система божественная арьба свою рочит, лелеет, вот как раз восхождение вот этого вида коловраченья, то есть построение жизни из будущего. То есть уже будущую жизнь лелеет. Поэтому в будущем мы уже создаем сегодня. Вот, обобщая систему эту, да, человек, да, или мужской фактор, он уже призывает, да, следующую, как бы формирует, и следующую ступень. Но задействуя женское жизненачало. Вот такая система. Поэтому мы с вами сегодня прикоснулись к очень волшебной такой территории, очень могучей, мощной, древнейшей, которая очень много делает для планеты Земля. И делала, и надеюсь, что будет делать. Вот, и, да, нужно уважительно к этому относиться. Даже то, что мы не видим, это не значит, что этого нет. Поэтому к тем разумоносцам, которые помогают восхождению планеты, подлатывают то, что, с чем пока не справляются разумоносцы, то, конечно, нужно благодарить вот таких людей. Да, как, может быть, даже мы их не видим. Вот, но они есть. Благодаря им мы живем. Вот, поэтому Ярославлю, Ярославской области, большой-большой привет. Спасибо всем слушателям за ваше внимание, за ваше участие. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.